А вот теперь мы пройдемся по мебельным центрам. По мебельным центрам я сейчас пройдусь. Вот спросите меня, сколько у нас мебельщиков, которые делают мебель в городе Магнитогорске? Сколько их? Их, по сути, немного. Я знаю всего несколько человек, которые делают мебель в городе Магнитогорске. Все остальное к вам привозится. А все это время, помните, время-то было хорошее. Магнитогорск, он славился, помните? Магнитка-4, магнитка-5. Кстати, Клару мы тоже делали в Магнитогорске. То есть за этой мебелью к нам приезжали. У нас было все красиво. Мебельный центр. И у него были свои предприятия, в которых он продавал. Сейчас везде и всюду вам продают мебель. Из чего вся эта мебель? Из ДСП, представляете? Это даже не материал, из которого необходимо делать мебель. Потому что нормальная мебель делается из нормальной фанеры. В смысле, не то, что фанера. Там и доска присутствует. Если хотите, она даже делается очень крутой. Хорошая, настоящая мебель. А то, что вам продается, это, извините, ДСП. Знаете, что такое? Это опилки. Вот. Теперь другой вариант. Можете ли вы это сделать? Вот по сути событий, сколько человек у нас в городе? Примерно половина из них, ну, может быть, чуть меньше, это мужики, да? Вот. У каждого мужчины в свое время была такая ситуация. Он ходил на уроки труда, помните? И чуть не доехали, да? У каждого из вас были уроки труда. Были. Вот. Что мы делали? Собирали то, что хотели. И это были и лопаты, и все остальное. И некоторые получали пятерки. То есть, искусство работать руками у нас присутствует. А теперь мы вам покажем фирму мебельщик. Главное подразделение, которое располагается на улице Ворошила 8. В чем самая главная часть работы фирмы мебельщик? Она вам дает возможность строить. То есть, если у вас что-то навернулось, и вы куда пойдете? Туда, где это все делается? Постойте. Зачем это надо, если здесь есть все в наличии? Так вот, сегодня и сейчас мы вам покажем, как можно построить нормальную прихожую. Причем прихожую вы можете сделать сами. Потому что здесь все это делается. По одной простой причине. Конечно, я бы тоже хотел варить. Но это не получается. А сварочные аппараты и все, что угодно делается здесь. И мебель-то она суперовская. И причем эту мебель вы можете поставить у себя дома. Если даже у вас нет денег, чтобы купить дешевую прихожую, то уж поверьте мне, это все будет в разы дешевле. Так вот, мы и раньше представляли в наших магазинах гардеробные системы. Все было круто, отличное качество. Все продумано. Над разработками трудилось несколько конструкторских бюро. Но один весомый недостаток. Высокая цена. Так вот, я посмотрел. Потом пообщался с людьми. С соседями по дому. Кто может приобрести такую удивительную систему? Но была высокая цена. И таких, к сожалению, не оказалось. Посещая международные и российские выставки, я подумал, почему мы не можем это сделать? Сами. И сделали ведь. И все это сделала корпорация Мебельщик. Я просто изначально планировала сделать гардеробную. Поискала в разных системах. В интернете поискала. Потом нашла, что в Мебельщике есть вот такая вот система. Думала долго. Потом на сайте посмотрела, какие у них есть элементы. Затем в магазин съездила, посмотрела. Ну и, собственно, вот собрала то, что хотела. То, что удобно для меня. А теперь давайте поговорим. То есть вы все делали сами. Я просто говорю эту передачу. Она должна быть как бы мужская. Но оказывается и женщина все это делает. Ну, нет, конечно, без мужской силы там не обошлось. То есть направляющие, естественно, это сверлить стены. Это делать направляющие. Это я сама в ней справилась. Это, естественно, была мужская помощь. Вот. А собрать полочки, перевесить и, в принципе, придумать то, что я хочу в плане там полок, расположения. Это вполне женщине под силу. То есть мы говорим о том, что и женщина тоже все это дело может сделать? Да. Может. При желании. Варианты оформления рабочего кабинета, детской комнаты, гардеробной комнаты, кладовки, гаража, кухни и других мест. Все это есть. Основой являются фронтальные и вертикальные направляющие, которые являются каркасом всей системы. На них одеваются кронштейны. Их много. Они делаются из разных цветов и выполняют различные функции. Например, кронштейны для полок. Полки. Они легко крепятся к кронштейнам и навешиваются. Кстати, можно сюда поставить еще и сетчатые корзины. И, кстати, насчет сетчатых полок. Они имеют стандартные размеры и легко вставляются в пазы. А также вы можете сделать вешалки для одежды. И в действительности собрать все, что хотите сами. Вы полностью разобрали предыдущую часть. У вас там был шкаф определенный. Примерно такого же размера. Да. И разобрали. И сделали такую гардеробную. И затем саму систему ВИРа. То есть можно девушке говорить, что если ты себе позволишь, отправишь своего мужа, он тебе все это сделает. То есть, по сути, можно сказать, что больше мебели и не надо в доме. Да, можно. Ну, желательно бы и побольше. Я бы и побольше сделала эту гардеробу. А, так как все девушки. Конечно. Не все входит. Как всегда. Рассчитывала, что все войдет, но не все. Гардеробная система ВИРа – это конструктор для взрослых. И вы можете легко реализовать свои идеи. Система удобна для молодых семей, не имеющих своего жилья и желающих перемен. Легко собрать и легко разобрать. Система ВИРа универсальна сегодня. Она работает для вас, как гардеробная. Завтра можно, разобрав, сделать систему хранения для кухни и гаража. Главная мысль – это все-таки женщина. Женщина увидела, женщина захотела и мужчина приобрел. Тем не менее, вы посмотрели. Цена, по сути, я посмотрел, ну, супер, красиво все сделано. Сколько получилось? Удовольствия. Ну, за все три шкафа заплатили 20 тысяч. За все три шкафа? Потому что у меня один шкаф стоит, там, почти, там, 50 тысяч рублей. А это, получается, за все три шкафа 20 тысяч рублей. Да. А, естественно, у вас супруг это все дело собирал? Да. Мы купили материалы, он сам все собрал, потому что это легко собирается. А сколько по времени у него все это дело обошлось? Ну, так, примерно. Ну, полдня. Полдня, и все сделано. Вот, гардеробная система Вира. Она продается здесь. Вы можете себе прийти и заказать все это в фирменных салонных мебельщик. Их много. Но главное, я вам говорю, куда необходимо приехать. Ворошилово 8. Хотя, по сути, их много. То есть, можно и в строй дворе там найти. Вот. Прихожая Вира. Но, по сути, это не только прихожая. Потому что то, что вы делаете, это конструктор для вас. То есть, вы захотели что-то сделать другое. То есть, вот у меня, допустим, жена хочет сделать кладовочку. Представляете? Она у меня как-то заказала, и я сделаю замечательный шкаф. Но когда есть огромная кладовка, почему ее не использовать? И туда мы поставили мебель Вера. И вы также можете прийти, также посмотреть, также что-то предиспособить. Потому что это красиво, и это все стоит абсолютно недорого. Кроме всего прочего, вы это можете сделать сами.